вот одна проблема решена одной проблемы меньше все дело было в чем дело в том что я уже свой лимит израсходовала в принципе у меня было 100 до как я говорила мне это был на 100 гигабайт абонемент я его поменяла мне в принципе 100 хватало как выясняется у меня сейчас уже 150 набежало так что машины не разъезжаются или не разъезжаются не могу выехать все разошлись люди и все вот сейчас он показал мне там а у меня там 150 уже использовала я вместо 100 вот то есть они принципе так как толеранция у них там есть если ты там если ты там больше используешь да поэтому я замечала что мне уже вроде за 100 бы заходила и все равно работал интернет вот короче я уже вместо 50 этом видео то видео загружает у меня идет там и на телефоне на мобильнике и там иногда слушаю иногда даже забываю отключать вообще в принципе уже отключать конечно тоже ни в чем пока постоянно работает ну короче отключилась у меня а новый абонемент только с первого числа в принципе первое число у нас в понедельниках то есть мне до понедельника дождаться надо потом автоматически включится и будет уже 300 то есть два раза больше чем сейчас я использовала да если очень-очень его даже так много использовала на 150 на использовала на будет 300 с чем два раза ты в общем-то вообще можно не задумываться но с первого числа я думала что он как-то уже вошел в действие правильно мне принципе он говорил что там с какого-то числа показывала я вот не запомнила сейчас была над эта проблема уже решена значит я могу еще хорошо что антитры этим модемом попользоваться пару дней я думаю что ну да ему у него 2 есть интернет то есть выход у меня разрешит без проблем сейчас поеду я в гараж сейчас я еду в гараж мне нужно будет посмотреть в обувь до машины да насколько это будет сложно все ее переписать сюда ну сложно не сложно ее нужно будет переписывать без машины здесь никуда что это не нужно я не знаю вот я не знаю я не знаю похоже вот этот сузуки гараж здесь у них который Самый такой, который все может. Ну что, вот все. Выяснила, как хорошо. Ребята, все втроем, мне объяснили. Один говорил по-немецки, другие там по-венгерски между собой разговаривали. В общем, все выяснили, мне рассказали, объяснили. Они это здесь не делают. Со Швейцарией тяжелее, чем с немцем. Немцем им легче, они все Евросоюз. В Швейцарии будет сложнее. Ну, так сказать, никакой таможенной налоги они не берут. Но придется в Секс-Арт ездить два раза, по всей видимости. Здесь, сейчас я подъеду туда в бюро и скажу, что я хочу номера поменять. И тогда они пошлют там запрос, потом придет бумажка. В общем, короче, мне в Швейцарии нельзя номера эти еще отсылать там, да, или отдавать. Мне нужно, чтобы здесь сделать вот эту Анну, или Донка, мне все равно нужно поесть что-нибудь, купить и собакам. Сейчас я поеду в Лидл заеду, так или иначе этого не избежать. Хотя я не в Лидл хочу, я хочу туда. Я лучше туда поеду. Не хочу я в Лидл. Не нравится мне Лидл. Прямо поеду. Так вот, пойду в Пенни. Пенни как-то мне симпатично. Но хотя пойти, наверное, все-таки сейчас еще рано. Пойду-ка я вот как раз в это бюро и заеду, наверное. И узнаю, чтобы мне сейчас запросить, сделать запрос, что я хочу номера. Бенгерский взять. Хорошо, что они говорят, можно со швейцарскими ездить до тех пор, пока не... В общем, так и так, никуда нужно ехать-то. А сюда мне нужно, потому что здесь у них перед Колопом. Потому что мне в это бюро нужно будет заехать-то посмотреть. Говорит, куда же мне встать от машины. Надеюсь, что здесь... Надо здесь платить, нет? Не, наверное, не надо. Здесь поставлю. Ну, все, вылетела, я и сберу. Хорошо, что заехала. Хорошо, что уже сделала сразу же. Собрались... Ой, ну вообще, какие... Ну так приятно, честно хочу сказать. Это у нас в гараже было уже приятно. Как все объяснили, все там посмотрели, в компьютер залезли, все объяснили. Улыбаются, так приятно всем. Нормально совершенно, без всяких там этих аллюр. Вообще прямо очень приятно. Хочу сказать, сейчас ты тоже пришла сюда. Не успела подойти, там пока разбираться с венгерским языком. Там вот где нужно такой, да, этот номерочек, чтобы упустить, да, там какое-то окошко подай, потом тебя пошлют. Только подошла, призадумалась, так, думаю, какую кнопку нажимать, какую мне окошко надо. Женщина подошла и сразу же говорит, а что, 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 по-венгерски там что-то она мне стала. И посмотрела, у меня там бумажка была, шпаргал, который мне в гараже написали, да, куда мне надо, там, что мне там нужно делать, по-венгерски. Я эту бумажку и показала, она мне сразу раз номерочек набрала, показала, куда нажимать, и все, и сама нажала, и бумажку мне вытащила и в руку дала. Вот, и это, короче, я с этой бумажкой, да, и тут же меня их в окошко пригласили, там народу немного было. Подошла, там молодой человек сидит, ну, правда, тоже не по-английски, он не по-немецки не говорил. Так вызвали переводчицу. Переводчица пришла буквально быстро. Там у них есть, работает женщина по всей видимости где-то. И села ко мне рядышком, мы сидели втроем, еще из-за соседнего окошка там что-то подсказывали, пересказывали, собрали, все обсудили, что мне нужно делать, все мне разжевали, разжевали, прямо по это самое, посочувствовали, что дорого стоит, по этой посочувствовали, что долго длится. Ну, и вот, и это самое, и выяснили даже из какой деревни, что она там, эта женщина сказала, она там родилась в этой деревне, выросла там, где я нахожусь. Ну, в общем, так, очень-очень такой фамильярные, очень приятные отношения, я вообще, вообще, честно говоря, я такого, в Швейцарии просто я не знаю, я не знаю, не помню, может, было, не помню, не знаю. Здесь всякое тоже бывает, но в основном, в общем-то, вот так вот встречаешься с людьми, они очень отзывчиво обращаются, вот, я, я, я поэтому изголодалась в Швейцарии, честно хочу сказать, просто изголодалась, вот, ну, в общем, короче, сейчас пойду вот эту в пыне, с собакам нужно пожрать, что-нибудь купить, и самой себе тоже, вот, значит, какие минусы, какие плюсы, что хорошего, что плохого. Настроение, в принципе, дня хорошее, несмотря на то, что долго ждать, месяц-то вообще два может длиться, может быть, два с половиной пока номера, и стоит, в общем-то, не дешево, ну, в общем-то, выходит где-то, наверное, ну, максимально на 500 франков, или долларов, ну, это как на это дело посмотреть, из моей ситуации, конечно, это много, но плюс во всем этом, что эту сумму можно будет платить, то не сразу, потому что тянется все это два месяца, то есть там можно с одного месяца заплатить, потом с другого месяца заплатить там счет, один счет, может быть, если пришлют по какой-то попочке, можно его там попозже заплатить, у них же, как правило, срок какой-то есть, в общем, можно выкрутиться, ну, вы знаете, откуда у меня доходы, да, поэтому мне нужно деньги там тоже экономить, и не дергать за каждую ерунду тоже моего сына, да, такое, что можно платить вот так вот, вот частями, то есть я уже сегодня что-то заплатила, это тоже уже хорошо, мне уже 10 тысячи сейчас внесла, 11, заплатила, то, что меня там, ну, ну, сложно, да, это тут негативное, что это сложно, что вот они сейчас там будут проверять, это моя машина не моя, она там зарегистрирована, не зарегистрирована, вот, потом они пришлют эту бумажку, когда проверят, что все нормально, значит, машина на мое имя и прочее, прочее, вот, значит, получу эту бумажку, с этой бумажкой мне уже нужно будет ехать, Секс-Арт, ну час отсюда ехать Вот, ну это не самое большое Удовольствие, но надо будет ехать Может быть я возьму, ты может Михаила Поедет там Вот, чтобы перевезти И там нужно будет машину сделать Проверку, то есть ее сделают Я так сильно, часто за проверку не очень боюсь Потому что Елена там ее проверяла Уже раз в два, наверное, эту машину За последнее время Я думаю, что я эту проверку пройду Вот, ну в общем И там нужно будет заплатить Что-то 8 тысяч здесь и 6 тысяч там Но это тоже в пределах держится Где-то это 10 тысяч Там тоже получается 12 Но это где-то означает Что это где-то 40-50 Франков, да То есть в общем-то это возможно То есть и тут уже что-то заплатила Потом там чего-то заплачу В общем пока суть додела Так и в принципе и расплачусь С номерами я могу в принципе ездить на упор И потом просто сесть прийти Вот где я сегодня была Номера им отдать И они их отсылают обратно И за них я получаю вот другие номера Ну нужно будет сначала там их проверить Эту машину, да Сделать осмотр Эту регистрацию Ну и в принципе В принципе и там еще какая-то вигня Ну на таможню мне не нужно Потому что машина в принципе В моем личном собственности Ну в общем все путем Все нормально Хоть почему я это не сделала В прошлый месяц Спрашиваю я себе Пошла бы уже сейчас бы Подала бы Ну так нужно самому ходить И спрашивать, да Вот не смотреть там что-то написано В фейсбуке Там люди вообще никто Никакого понятия не имеют Там люди посмотрела в этом В группах Ну это в другую сторону Сейчас по саду-огороду Даже не могут узнать Что такое Тагетес Они даже не знают Что такое Тагетес Они этот Сорняк И человек пять сказали Что это Тагетес Нас на сорняк показали И я, который вообще новичок В конце написала Извините, но по моему мнению Это вот Не Тагетес За просто какой-то Сорняк названия Правда я его сама не знаю Потому что везде он растет Ну в общем люди Вообще нигде ничего не знают Но все значит Тявкают Что все знают Все, короче Пошла Мне нужно закупиться Настроение у меня в принципе Повысилось из-за уважения Из-за отношения Из-за того Что не сразу все платить Там какой-то суммой Там бешеной Да, где-то с тебя сдерут Потом еще по мелочи везде Вот, то есть в принципе Все по мелочам По мелочам Выйдет это где-то Наверное От 120 до 140 тысяч Мне вот насчитали Плюс-минус Вот как-то будет так Наверное Ну значит Это где-то будет На 500 Может быть 600 франков Вот так где-то получится Вот Но это все И все-таки Имеет смысл Чем Это же не 5 тысяч платить Это не 10 тысяч платить Как и у Елены Запросили В России Вот То есть Это все Держится в рамках еще Все Пошел Какой сегодня прекрасный день Ветерочек Как вот Самая лучшая погода Когда такой легкий ветерочек И солнце И еще не жаришься Очень приятно Боня пищит У меня все время Боня пищит У меня все время Это у меня колена Вот так разрослась Наверное Я тоже была ее рассадить Но не успела Я ее все рассадить Теперь будут Вот такие заросли У меня колена Было Ну только где-то я Частично-частично Рассадила Но все равно Занимаю часы Часы Работаю Пока ты где-то там Все это Вкопаешь Место найдешь Ну пока Здесь Пусть-пусть-пусть Посмотрю Как выглядит В таком количестве Потом могу Всегда куда-нибудь Пересадить Могу там Еще и позже Потом будет Размножаться У меня везде Все это Дело Будет все В календуле Так Похожие С удобрением И пересаженные Петуни Все-таки Я их пересадила Там вот В горшочках Все-таки Пересадила В новую землю Все-таки Все-таки Я Скупилась На землю Покупную Вот И с песком Там пробовала И все Ну в общем Все-таки Пошла Я купила землю И пересадила Их туда Мне кажется Там уже Намного лучше Уже Выглядит поживее Все это дело Ну вот так Да У других уже большие А у меня еще совсем маленькие Но надеюсь Что они хоть как-нибудь Разобьются еще Может быть уже Говорят Что уже нет Если они заморенные С самого начала Были Посмотрим Чем я сегодня занимаюсь Уборкой Уборкой Ну еще все Там Тут уже бесконечная Уборка Да Вот Уборка Что я делала-то Да много Что делала И даже Не покажешь Что-то конкретно Переставила кресло Вот сюда В ход Повесила занавеску Ну Посмотрела на ней Оказывается В дырках Она уже нужна У меня другая есть Найду красивая Там где-то есть у меня Вот А это уже использовано Вот там где дырки Я закрутила Вот так Пока Декоративно И вот эта штука Такая страшная Ну все Только портит Чем украшает Ну пока оставлю Пусть висит Мне так нравится С открытыми дверями Ну немножко защищает От того Что влетает Вот Ну где-то у меня есть красивые У меня где-то есть черные Там и еще какие-то Надо посмотреть Полно-полно Всяких занавесок Наверняка найду Что-нибудь подходящее Вот здесь Коврики чистила Коврики чистила Вот все равно Все инструменты здесь лежат Там мне еще вообще грязно А здесь вот Коврики чистила Немножко убиралась Все это За углами везде лазила Везде там Где и шерсть И грязь И пыль И все это набирается Да Вот туда Везде все это сделают Ванна В этом самом Тоже здесь Весь пол за углами Везде все вымыл То есть Такая Более-менее основательная По углам Прошлась Если еще Что-то такое Ну у меня собаки Без конца бегают Это можно без конца убираться А вот так По углам Под батареями И везде Вот это тоже большой Проект будет Этот угол делать И вот эти мне надоели Здесь стоят постоянно И вот здесь Но здесь я Почему оно все у меня стоит Потому что Это в принципе для полки А полка Полку выдвигать Тоже нужно будет Потому что там наверняка Тоже такой же Вот Мне их нужно будет Это уже когда там Я закончу сейчас И полки перенесу Потом сюда Может быть к этому шкафу Поставлю Как раз Как раз закрою шкаф И здесь И здесь Тогда уже Все вычищу Ну еще здесь Бесконечно Конечно нужно делать Ну вот Здесь и здесь Вот эти уголочки Внизу Все тоже То же самое Сделаю Как и там Со окнами Вот и Здесь уже так Мне нравится Когда раскрыты Двери Здесь все так В этом же Помещении Здесь же нет Никаких окон Можно на пиланчик Сесть Ой Ну с пиланчиком Тоже я не могу Ей Вот не все У меня Тоже не все Получается Да Вот с пилой Я не подружилась Ну что-то получается Но мне сказала Илона Что у меня Не той стороной Натянута Это самая Как она называется Да Цепочка Цепь Не той стороной И типа Как ты тогда режешь Не в ту сторону Я говорю Не наверное правильно Иначе я не смогла Обрезать Она говорит Нет неправильно В общем короче Правильно или неправильно Так я и не посмотрела Еще но посмотрю Ну вот занавесочку Другую Ну пока даже так красиво Но с другой стороны Некрасиво А с этой уже Когда дверь открыта Мне нравится Ну здесь дальше Тоже еще Все это такое Да Вот все лежит Как лежало Так и лежит до сих пор Вот Ну вот В спальне все там У меня упирается Потому что в спальне Там нужно вещи Будет туда Как можно больше В шкаф потом Ну и порядок навести Что-то До сих пор не найду У меня тут пару Одни джинсы А все где Сторонная одежда Я вообще не знаю Где искать Вот Принесла эти Пионы Чтобы они не лежали Там на земле Лучше пусть здесь стоят Но эти уже подведают Там парочку Вот здесь тоже Пыль столбом Да И все это нужно будет делать Тоже Это не точно Так уже останется Не нравится мне пока Вот Вот эта штуковина Вообще Этот китайский стол Он вообще не подходит сюда Его нужно В амбар туда потом поставить В амбаре он должен В принципе Ему будет там хорошо Наверное Потому что там будет Немножко такое Наверное Красное Желтых На тонах У меня желтый штор Где-то были Которые у меня были раньше Там где-то на фотографиях Есть там А видео Где сто лет назад В этом лофте Эти мои шторы Которые я зашила Они у меня где-то Здесь привезла Их есть золотистые И они очень будут Красиво сам смотреться Я думаю Если большое окно Будет когда-то Поэтому эти желтые свечки Туда пойдет И вот этот шкафчик Красный пойдет Там туда Ой Ну это еще Не знаю Пока будет стоять Болтаться где-то здесь Здесь или в спальне Посмотрим здесь Вот эти Может быть Уберу все эти Полки Туда тоже В спальню И здесь может быть Место освободиться Какие-то здесь Можешь поставить Пролезть То он пролез бы Мне сюда И зеркало Там над ним Повесить У входа В принципе Было бы Наверное Тоже не так уж плохо Посмотрим Вот Ну в общем Наработалась Сегодня опять И в огороде Два часа возилась И пыталась Эту штуку Там наверху Прикрутить Но короче Не очень успешна Она у меня И некрасива Получилась Ну вот так День проходит И уже Сколько у нас времени Уже час дня А встала Шесть Не про кофе Я хотела Сказать Что какая же Я сейчас Сижу сюда Счастливая Такая погода Шикарная Так здорово Здесь грязь Ой Куда в камеру Смотреть Чтобы не видно Грязь Была Так вот Сюда пойдем На улицу В зелень Туда куда-нибудь Вот Такое Миротворение Сегодня Такая гармония Какая-то Даже Вот целый день Убираюсь Сегодня И вот Тепленький Ветерочек Такой Самая Любимая Погода Я хожу Босиком Босиком По веранде Она сейчас Более-менее Чистая Становится У меня Постепенно Отмывается Хожу Босиком Благо Площадь Большая Вот этим Она хороша Когда она Узкая Была Так Не разбегаешься А тут Можно Раз И босиком Это Тепленькие Плиточки Для ног Так приятно Там Тоже Не походишь Босиком Поэтому По гайке Вот И То там Сядешь То здесь Присядешь То здесь Присядешь Ну туда Я уж не спускаюсь Это вечером Хорошо С глязными Ботинками И Наслаждаюсь Регинарирую Возьму И поглажу Хочется Просто Погладить Потому что Я вообще Никогда не гладила А здесь Начала Белье Гладить Что-то Начинает Нравиться Когда Такое Продезинфицированное Особенно В здешних Условиях Когда Сейчас Приехала Все Пошла Я Высказала Что Сижу Я такая Счастливая Что Мне так Хорошо Такая Миротворенная Пересадила Вон Томаты Были У меня Четыре Еще Томата Непосаженных И Решила Я там Убрала Все Цветочки Оттуда Все Эти Хоризонтены Которые У меня Сидели В этой Вон Там В этом В этой В стене Там В этой Кирпичной В грядке В клумбе Или как Она Называется Я Посадила Их Туда Вот Эти Штуки У меня Еще Два Было Посажено На Пробу Сейчас Я Все Остальное Вытянула Оттуда Пересадила Хризантемы И Все Помидоры Поставила Два Стояка У меня Там Есть Зеленых Здесь Убиралась Или нет Так Голыми Ногами Вот И Посадила Сюда Здесь Под Наблюдением У меня Не знаю Насколько Ветер Будет Их Там Качать Или Нужно Укреплять Что-то Короче Здесь Посадила Несколько Томатов Из Зелени У меня Ничего Не растет То Что Я Посадила Даже Укроп По-моему Нету Куда Делся Укроп Что Угода Там Растет Но Не То Что Надо Семенами Укреплять И Семенами Укреплять Капива Укреплять Цветы Весь Измученный Он Отбегался Там Котенок Он Отбегался У него Четыре Дня Загул Был Полный Такой Уставший Еле Живой Тоненький Такой Худенький А Эти Уже Цветочки По всей Видимости Раструкается Календула Отпускается Уже Цветочки Уже Пойдут Честно Да Календула Это Не знаю Может Это Тоже Нет Это Не Календула Это Что У меня Другое Какие-то Цветы Растут Тут У меня Ильос Порылся Теперь Цветочки По сторонам Расползлись Ильос Полежал Здесь Что У меня Здесь Чего Чего Почву Фацилия Любимая Пусть растет Пусть растет Им не мешает Пусть растет Удавляет Почву Корнями И стеблями Тут У меня Вон Пошел Разошел Все Какой Вырос Даже Цветочки Дает Но Хочу Сказать Честно Я Их Дрожами Поливала Мне Кажется Они Лаванда По-моему На дрожи Хорошо Действует По-моему Это Так Вот Эти Тоже Какие-то Растут Какие-то Семена У меня Были Сброшены А вот Она У меня Дрожей По всей Видимости Растет Лаванда Вот Эти Дожать Не надо Лепины Айпару Ну что Они Пожелтевшие Что-то Им не хватает Железа Какого-нибудь Да Бедняжа Бедняжечка Мявка Такая Недовольный Измученный Котенок А вот Это Тимьян Я их покупала По заказу Через интернет Тогда их Привозили Хорошо Они растут Приятно Так Незаметники Незаметники Вон Как они Ползут На эту Заползли Сюда Вон Насколько Даже То есть Они были Здесь У меня Сейчас Вон Куда Заползли Прям На Камушки Уже Прям Можно Отодвигать Или Камушки Или Цветы Может быть Как-то Порасаживать Или Оставить Пока Здесь Пусть Растет Разрастается И На Следующий Год Уже Рассаживать Не знаю Как Больше Стоит ли Сейчас Что-то Откапывать Что-то Лежит У меня На Ножках И Вот Тут Еще У меня Распускается Перед Домом Тоже Из этих Купленных Заказанных Кустик Какое-то Название Я вам Не скажу Может Быть Вы Мне Скажете Что Я Тут Купила Ну Тоже Хорошо Вот Тут Тоже Какие-то Цветы Растут Не Знаю Какие Это По Идея Это Серии Цветов Везде Не Знаю Что Это Ну Люпины У меня Что-то Доклятины Как-то Вроде Это У меня Семенов Семен Желтый Че Это Смех Высокли Тут Зелененький Маленький Правда Болтаешься Валяешься Вот Это Конечно Тимьян Красивый Я Такой Наверное Тимьян Буду Размножать Насколько Возможно Просто Красивый Приятный Посмотрим Как он Цвести Будет Еще На ощупь Приятный Вокруг Ко мне Как он Красиво Ложится Шикарный Тимьян Тут Что-то У меня Ничего Там Вот Тоже Гортензия Вот Она Сидит Вот Так Не особенно Что Прям Прет Зато Этот Пошел В рост Который Я С другого Дома Принесла Это Кажется Жимолость Если Я Не Ошибаюсь Где-то Я Высмотрела С такими Цветами Видела Я Думаю Что Там Все Сорты Жимолости Есть В том Доме А Вот Она Пошла Может Завтра Откроется У нас Но Тоже По-моему Кто-то Жрет Да Тут Кто-то Вот Какой-то Сидит Там Один Паразит Муж Хороший А муж Плохой Не знаю Но Паразит Ага Значит Уже И бутончики Пошли Смотри Кого Поближе Подошла И увидела Но Тут Вообще Конечно Ничего Не растет Хотела Сделать Себе Зелень Высадить Салат Я Не знаю Что Мята И Розмарин Здесь Ничего Нет Кажется Это Наверное Не Розмарин Что Это У нас Такое Что Такое Не Знаю Сморщенное Может Какая-то Это Самая Ряка Что Выросло Не Там Где Хотелось Ничего Нет Ничего Пустое Место Здесь Может Вот Это Еще Что То Могло Быть Да Вот Наверное Это Что То Могло Быть И Вот Три Одинаковые Да Котенок Мяу Все Это Все Из полезных Зелени Ничего Нет Ничего Вот Море Календулы Ну Что Такой Требовательный Василек Мяу Мяу Тоже Гортынзия Ее не видно Глютижная Там И Заросла У меня Вот Она Сидит Бедная Тоже Уже Вон Какие-то У нее Идут Бутончики Ага Тоже Бутончики Идут Посмотри Тоже Будут Цветы Не знаю Плопа Так Или Хорошо Что Она Немножко Там Сидит Внутри Под Календулой Не знаю Посмотрим Там Вот Как Что У Нас Будет С Этими Будет Ли Будет Ли Вообще Что Небудь С Этими Спитуньями В любом Случа Я поняла Одно Что Нужна Им Сразу Хорошая Земля И Не Выдумывать Там С Этой Землей Садовой Она Может Быть Хороша Там Для Картошки И Прочего Да Но Навряд ли Хороша Она Вот По Все Димости Не Идет Когда Горшочки То В принципе Горшочки То Когда Пересаживала Вытащила Верхний слой Был Хорошей Земля Внутренний Внизу Там Был Такой Коричневый Не Черный Да И Вот Он Был Такой Глинистый То Он Слип Все Наверное Воду Не Пропускал И Корни Может Подзагнивали Ну Так Вот Учишься Да Что Ж Там Розочка Вообще Розочку Нужно Будет Оттуда Убрать Хоть Она Там Уже Много Лет Растет Все Думаю Там Что Другое Потом Не знаю Потом Нужно Будет Там Что Нибудь Сажать Все Таки Там Хотелось Окна Какие Потом Вставлять В общем Там Она Будет Где-то Как-то Мешаться Надо Пересадить Цвет У нее Красивый А Другую Я Еще Не Вижу Другую Там Не Видно Но Хотя Там Тоже Будет Желтая Очень Красивая Все Ладно Все От Солнца Закрыто Все Все Ну И Лабелли По-моему В принципе Для Меня Я Рада Что Она Все Вот Так Что Даже Могу Даже Пересаживать Где-то Посадила В Два Места Семян Да Я Рада Что Это Что Все Что Выросло У Меня Там Что Растет Вообще Не Знаю Че Тоже Бросила Семян Не Знаю Что Это Те Посмотрим Что Будет Посмотрим Что У нас Будет Лосы Сейчас Пойдем Все Таки Травки Еще Ой Работаю Ой Работаю Ой Работаю Ой Пойдем Травку Всем Подстричь Надеюсь Немножко Ой Опять Опять Корпинзия Апдейт Сделать Волк Вот Какие Там Лежат Даже Внизу Там Лежат Даже Вон Как Лежат Даже Вон Как Они Прям До Кло Я Просто Не Верю Что У Меня Такое Возможно Я Вообще Ничего Ничего Посадила Ничего Не Делала С ней Вот Таких Шаров Везде Насажать Я полезла Посмотреть Там Как Отростки Они Там Все В одном Дыре Кидут Они Все Так Вот Не Возьмешь Просто Одну Вытащишь Может Только Осенью Посмотреть Там Не Знаю Прям До Пола Прям До Пола Такая Увеличилась Я Вообще Стой Была Счастлива Какая Она Была Думаю Господи Не Умерла Все Все Годы Сама Подержалась Судь Меня Скоро Будет Больше Дерево Наверное Груш Тоже Много Не Забирает По всей Видимости Все Питание Такое Бывает Не Бывает У Меня Причем У Меня Такая Я С Растениями Не У Не Не У Единственное Что Было Сделано Это Стрижка Ну Правда Конечно У него Несколько лет Здесь Дай Бог Другие Другие Конечно Так Все Не В Катюшке Ну Тоже Какие Цветочки Будут Посмотрим Какие Будут Цветы Все Свеженькие Новенькие Еще Вот Окошко Покрасила Этой Краточкой Все Подоконники Чтобы Одинаковые Были Вот Тоже Кроватку Уже Подвинули Следующий Этап У нас Шкаф Здесь Второй Второй Заход Я Сделала Но Сейчас Там Еще Не Очень Ровненько Нужно Будет Улучшать Хорошо Скоблить Наверное Будет Опять Много Пыли Все Равно Нужно Будет Сделать Еще Не Совсем Ровно Здесь Уже Закончила Почти Закончила Скажем Так Уже Красочкой Покрасила Сегодня Но Не Очень Там Хорошо Проклала Жизненькой Красочкой Окошки Еще Помою Здесь Оскоблила Нужно Будет Тоже Наверное Потом Потом Закрашу Здесь Уже Вот Так Уже Все Более-менее Уже Уголочки Все нормально Угося Да Кроватку Там Тоже Мы До Сих Пор Здесь Не Спим Нужно Будет Перестелить Сначала Будем Все Все Вещи Выгружать Оттуда Сюда Шкаф Попробовать Сюда Сдвинуть Уже 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 Продвигается На улице Красотища У нас Еще Дрова Не на месте Не там Где надо Шкуру Чистить Надо И лес Там Нужно Что-то Тоже Расчесывать В лесу Жарко Немножко Еще Да Сходи Травку Все-таки Сделаю Потом Нужно Будет Наши Деревья Полить Цветочки Ой Боже мой Как Красиво Становится Ой Батарея Стает Тут Еще Тут Еще Не Убрано А там Уже Красиво Немножко Не Ставим